Привет! С вами Краткая История. В связи с недавними событиями мы решили рассказать про Нагорный Карабах. Наверняка многие из вас слышали, что сейчас там идет настоящая война между Арменией и Азербайджаном. Но мало кто знает из-за чего. Что это за такая спорная земля? Почему все так хотят ее себе? И у кого на это больше прав? Давайте хотя бы попытаемся в этом разобраться. Но для начала подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Сделали? Тогда заряжайте свои автоматы. Мы начинаем! Армения – древнее государство, ровесница Греции и Китая, чья непростая история почти полностью завязана на постоянной борьбе за свою землю и независимость. Не помогло ей и то, что Армения приняла христианство еще в 301 году, в то время как большинство ее соседей было праведными мусульманами. Армянские племена основали царство еще в первом тысячелетии до нашей эры и почти сразу были завоеваны персами, которых в итоге разбил Александр Македонский. Первый век до нашей эры – золотое время Великой Армении. Она действительно так тогда и называлась. Это было могущественное рабовладельческое государство, соединяющее Средиземное и Каспийское моря. Но вскоре ее территорию поделили Римская империя, прозрождение которой вы можете посмотреть на нашем канале, и Персия. У последней Армению в числе многих других земель отобрал набирающий влияние арабский халифат. В 859 году власть в Армении получили багратиды – древние армянские аристократы. Но уже в середине 11 века страну вновь делят две могущественные державы – христианская Византийская империя и мусульманский сельджукский султанат. В 12 веке окрепшее грузинское царство отбивает армянские земли, создавая в своем составе княжество Захаридов. Начинается экономический и культурный подъем, но опять проходит чуть более 100 лет, и Армению захватывают монголы, которых в 14 веке сменяют тимуриды. В 1639 году страна опять оказывается разделена, в этот раз Ираном и Османской империей, о которой, кстати, у нас тоже есть видео. Начался самый тяжелый период истории для армян. Турки угнетали их политически, социально и религиозно, отыгрываясь за все поражения христианскому миру на своих домашних иноверцах. По сути, армяне стали такими кавказскими евреями, которых Осман обвиняли во всех своих бедах внутри страны. В 1828 в результате русско-персидской войны Восточная Армения стала частью Российской империи, а после русско-турецкой войны 77-го получилось присоединить и часть Западной. В 15-м году турки попытались решить армянский национальный вопрос на своей территории, устроив небывалый по масштабам геноцид, затянувшийся на 8 лет. Это было первое официально зарегистрированное преступление против человечества. Армян массово депортировали, а тех, кто не хотел уезжать, убивали с особой жестокостью. По подсчетам было убито около полутора миллиона армян. Правда, сама Турция факт геноцида не признает до сих пор. Для нее это была лишь межэтническая война на своей территории, в ходе которой армяне тоже успели лишить жизни множество мусульман. А 28 мая 1918 года российская Армения была провозглашена независимой республикой. Но не успела она сделать это, как Турция снова захватила две трети ее территории. И вот 29 ноября 1920 года была провозглашена Армянская ССР. Азербайджан не может похвастаться столь же древними корнями. Хотя отдельные некоторые историки утверждают, что их народ насмешливо наблюдал еще как египтяне пирамиды строили. В мировой истории существует такая концепция, что Азербайджан как государство образовался в 321 году до нашей эры в результате распада империи Александра Македонского. Об этом сказал Страбон. Есть слова Страбона, взятые за авторитет. И практически подавляющее большинство историков это не вызывает сомнений. Мое исследование дало возможность уточнить, а именно, что Страбон правильно говорит, но с одной оговоркой, что в 321 году до нашей эры не создалась страна под названием Азербайджан, а возродилась. То есть это уже был второй этап государства Азербайджана. Противоборствующие же им армянские упорно пытаются доказать, что азербайджанцев турки придумали лишь в начале 20 века. Истина, как водится, где-то посередине. Азербайджан, как политическая единица, действительно начал существовать лишь в 1918-м, при крахе империи и дележке ее земель. До этого словом Азербайджан, измененное от названия Атропатена, называли территорию современного Ирана, южнее реки Аракс. Само новое государство появилось северней, а местные жители всегда звали себя Кавказскими татарами или Кавказскими тюрками. В апреле 20-го образуется Азербайджанская ССР. И вот тогда-то и начинается самое интересное. Спор, чей же все-таки на горный Карабах, длится, наверное, с начала 19 века. По сути, это просто небольшая, очень красивая горная местность, площадью в 11,5 тысяч квадратных километров между двумя этими странами. Это примерно треть Армении и одна восьмая Азербайджана. На ней и нет ничего особо важного, кроме горячих источников и старейшего в СНГ дерева. Исторический Карабах был исконно армянской землей, и армяне – большая часть его населения. Но периодически он подпадал под влияние Персии, в составе которой счастливо жил современный Азербайджан. Отсюда и вера последних в свои права на эту территорию. При зарождении СССР стояли куда более важные вопросы, чем местечковый конфликт двух ее республик и Загор. Да и в новообразованном государстве было неважно, кто ты – русский армянин, азербайджанец или ящерик Анунак. Все его жители имели только одну расу и пол – счастливый рабочий класс, трудящийся ради светлого будущего. Поэтому расовый грузин Сталин легким розчерком пера приписал Карабах к Азербайджану, как автономную область. Почему он это сделал, когда абсолютное большинство жителей этих земель было армяне? Возможно, он таким образом хотел удержать Азербайджан, кокетливо поглядывающий в сторону Ирана, той самой Персии в прошлом от выхода из СССР. Точно на этот вопрос может ответить только сам Иосиф Виссарионович. Да и время было такое, что поделать. Если вчера у тебя была просторная пятикомнатная квартира, то сегодня у тебя четыре, и это, если еще повезет, новых соседа. Жить, конечно, печальнее, но можно. Главное – поддерживать мир и уважать соседей. Но вот быть друг другу добрыми соседями ни армяне, ни азербайджанцы не хотели. Азербайджанское руководство вело целенаправленную политику по выдавливанию армянского населения с их земель, нарушая их права и препятствуя экономическому развитию области. Она получала в 10 раз меньше финансирования, чем остальные части республики. А с 70-х активно поощрялось развитие азербайджанских населенных пунктов в Нагорном Карабахе. При этом армянские неуклонно исчезали. Их многочисленные церкви были полностью закрыты, а количество мечетей напротив росло. Армянский язык был исключен из официальной сферы, на нем практически не делали учебников. Сокращалось количество армянских школ. С 1926 года к 1979 армянское население возросло менее чем на 10%, тогда как азербайджанское за это же время почти на 80%. Не надо думать, что армяне в это время были пушистыми овечками. Как можно понять, глядя на их историю, их народ очень болезненно относился к целостности своей земли. В 1988 году Нагорный Карабах, уже много раз поднимавший вопрос о независимости, но получавший лишь отказы, объявил о выходе из Азербайджана. На его территории начались погромы и столкновения. Советские власти ничего с этим не сделали. Карабахские армяне создают вооруженные отряды самообороны, а у Азербайджана на тот момент была лишь милиция и ОМОН. 10 декабря был проведен референдум о независимости Карабаха, который местные азербайджанцы, которых еще не прогнали, бойкотировали. И официально было провозглашено новое независимое государство. Возможно, азербайджанцам пришлось бы стиснуть зубы и стерпеть отобранную христианами землю, если б всего через несколько недель не распался Советский Союз. Армяне и азербайджанцы бросились разбирать все оставшееся бесхозным военное имущество сверхдержавы. И уже через пару месяцев оно было пущено в дело. На территории Нагорного Карабаха на четыре года началась дикая бесчеловечная война. Ненависть и негодование, копившиеся веками, вылились наружу. Обе стороны не просто хотели отвоевать эту несчастную землю, они хотели в прямом смысле вырезать соперника с ее лица. Армянские и азербайджанские деревни уничтожались без жалости и с цинизмом. В итоге большой Азербайджан проиграл маленькой Армении по всем фронтам. Был заключен мирный договор, но не полноценное перемирие. Армения, выиграв войну, проиграла мир. Она оказалась в круговой экономической блокаде, ведь все ее соседи отказываются теперь иметь с ней торговые отношения. А региональные проекты и трубопроводы идут в обход. Страна не только не развивается, но и в прямом смысле деградирует. В отличие от Азербайджана, который совершил огромный экономический скачок благодаря нефти и туризму. Карабах никто в мире так и не признал. Даже сама Армения с этим не спешит. Казалось бы, исправить положение довольно просто. Нужно помириться с Азербайджаном. Но те хотят себе обратно Карабах, а условия Армении – его независимость. Вопрос так и остается нерешенным. Конфликты стабильно происходят то с одной, то с другой стороны. И вот 27 сентября 2020 года началось то, что многие называют новой полноценной войной. Страны всего мира призывают Армению и Азербайджан остановиться и найти мирные решения. Но те неуклонно продолжают истреблять друг друга, хвалясь победами, бездумно растрачивая жизни своих граждан и мирных жителей за клочки земли. Хотя для них Карабах – это уже давно больше, чем какая-то горная земля с деревнями на ней. Это вопрос гордости, вопрос принципа и ненависти к друг другу на генетическом уровне. Мы искренне надеемся, что новые поколения армян и азербайджанцев поймут, что они живут уже в совершенно другом мире и найдут способ решения своих разногласий ради взаимного процветания. На этом мы прощаемся с вами. Надеемся, что вам понравился наш выпуск и Карабахский конфликт стал для вас яснее. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а также не забудьте предложить историю кого или чего вы бы хотели узнать.